МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы приехали свое мнение высказать. Мы уверены, что это он же. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Говорю, сразу отзвонить, как найдешь. Мы смотрим, то есть... Ну, в общем, мы доехали же в 1-й комнате. Это время вот как раз от 4-х где-то 5-5-30, наверное. Ну, в общем, час-полтора проходит, мы понимаем, что ты это. Мишка я послал, ничего нету, все, значит, мы понимаем, что что-то нехорошо как-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ее вы к вам привезли? Да, говорю. А если к другим? У вас есть какая-то информация? В общем, я как бы на тот момент вроде выяснил, что вроде как в больнице в это время никто не поступал, похоже. То есть дети не поступали, соответственно, нам уже в этом искать направление не стоит. Слушай, ну что-то уже, ну, уже серьезно что-то. Что делать? Ну, говорит, на ментовку звонить. Ну, позыву на ментовку. Менты говорят, если заявите, вас на учет поставят, что вот потеряли, видно, куча своего. То есть ты еще и тебя как бы делают виноватым. Нет, если заявил и нашелся. Все обрадовались, как вот в американских фильмах показывают. Да, и все, и все довольны. Никто родители за уши не притягивали. А у нас, оказывается, нет. Поступил звонок, если ребенок пропал. А почему не сопровождал? Почему не в той же... Они в этой школе учатся, а почему? А по кочану. И в итоге ты виноват, ты неблагонадежно сразу встал. Ты можешь бухать, вызови могут к тебе быть. Но вот если ты заявил, система тебе этого не простит. Даже если все хорошо закончилось, тебя ночью поставят. В это время ребенка кто-то где-то похитил, то есть ни собаку, ни это, ни менты, никто не шевелится, ничего. Они приехали нас опрашивать. Я говорю, да идите вы, короче, опрашивайте, он жена есть. И пошел с этим мужиком. Ходили с этим мужичком, который вот с ней приехал, водитель. Но он то ли мент, не мент, я уж не знаю, кто они там. Но они как-то относятся к милиции, но и не относятся. Они, например, как, милицию могут задерживать, и не могут, что ли, как. С этим мужиком ходили, и там уже женщина. На родник мы заходим. Оттуда выходит женщина с родника, с ребенком. Я ей спрашиваю, вы такого-то не видели? Она, то есть, и в разговоре выяснилось, что они тоже уже ищут ее. Классный руководитель, видимо, дала клич, я уж не знаю, куда-то дала клич, в общем. Видимо, звонила родители. Те, кто на Сидоровке, они кто смог, кто пожелал, ну, кто узнал. Кто пожелал и кто смог, они уже пошли на поиски. Спасибо всем, кто, я еще раз повторюсь, кто участвовал в поисках. Большое спасибо. Мы до конца верили, не знали, что будет такой результат. Просто в первый вечер я был удивлен. Сначала подключились родители. Родители из бассейна, дети. Дети, родители. То есть со школы, из бассейна, куда Василий заходил. На следующий день уже было очень много волонтеров. Я просто, не знаю, я не ожидал. Я ожидал, что просто это моя семья нужно искать ее. Ну, полицию, поскольку их работа. Просто столько людей пришло. Просто всем огромное спасибо. Светлая память, светлая память. Держитесь. Здравствуйте. Папа наш. Узнаю, узнаю. Как соберу я. Спасибо, Ласка. Мы работаем, как видите. До сих пор. А много еще вообще шли, которые помню, осталось. А как же есть. Ласка я помню. Помните, да? А то вас встретил, я всех не помню. Много новых, конечно. Вот так вот. Знаете, так получилось, что 1 сентября праздничная линейка и все такое. Но в этот день у меня на этом кладбище родственники похоронены. И мы обычно после праздничной линейки едем. Ну, как не зайти 1 сентября к Василисе? Что меня поразило? Мы подошли с друзьями к могиле Василисы. И там стоят. Не просто люди. Там стоят. Ну, как родные. Как будто бы, да? Они не родственники. Но они стоят, говорят. Они с цветами. Конфетки достают. Мы еще тогда немножко так это удивились. Достали. Что это вот сейчас заказывают-то? Заказали пиццу. Достают пиццу целую с коробкой. То есть я хочу сказать, что девочки нет, а она есть. Она жива по-прежнему. Жива. И в школе у нас обычно на каких-то классных часах, когда вот подходит это время, то обязательно уж рассказывают об этом. Вот. Сейчас уже в школе нет детей, которые ее помнят. Они уже школу кончили. Это уже новое поколение. Десять лет же прошло. Но вот учителя, которые до сих пор работают в школе, они вот как классный руководитель обязательно рассказывают. То есть память о ней все равно в нашей школе есть. Так вот. Так вот. Так вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...